МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты рекомендуют воздержаться от интернет-розыгрышей и онлайн-покупок на сомнительных сайтах. Нужно просто, наверное, какие-то правила кибергигиены, то есть проверить, кому вы отправляете деньги, проверить эту ссылку в тех же поисковых системах. То есть зачастую кто-то уже был кинут этими мошенниками, кто-то уже где-то об этом писал. Министерство внутренних дел России по итогам первого полугодия отмечает ощутимое увеличение числа приехавших граждан Кыргызстана. Российская Федерация заинтересована в приезде квалифицированных специалистов, а 57% мигрантов из Кыргызской республики приехали именно работать. Всего за шесть месяцев 2023 года поток граждан Кыргызстана в Россию увеличился на 45% и составил 460 тысяч человек. 50% из них приехали на работу. Кроме того, отмечается рост на 11% граждан Кыргызстана, получивших в Российской Федерации вид на жительство. Популярный маркетплейс Алиэкспресс неожиданно начал включать в стоимость товаров налог на добавленную стоимость 20%. В итоге в службе поддержки маркетплейса в России пояснили, что налог, которого раньше не было, обусловлен изменениями в законодательстве. Несмотря на то, что поправки в налоговый кодекс были приняты еще в прошлом году, покупатели обнаружили это только сейчас. С начала года в Беларуси зарегистрировано почти 30 тысяч интернет-магазинов, поэтому перед покупкой не лишним будет проверить, есть магазин в торговом реестре. Если да, скорее всего он работает в правильном поле страны, и потребители не столкнутся с неприятными последствиями. Вопрос, связанный с ценой товара, зависит от того, как организация иностранная решила сделать это сама. То есть не всегда, когда идет повышение ставок налогов, автоматически поднимаются цены. Организация сама принимает решение, поэтому то, что налогообложение введено с 1 июля 2022 года, а вот цену решили поднять на сумму НДС только сейчас, это просто решение компании, которая продает товары на территории Беларуси. В Китае проводят испытания экологических электронных похорон. Цифровые кладбища появляются из-за нехватки земли. Ритуальные компании предлагают два метра онлайн. Фирмы используют передовые системы для сохранения и предзаказа истории жизни усопших. Компании создают цифровые изображения умерших близких на основе их голосов, фотографий и воспоминаний. Загробная метавселенная позволяет осуществить онлайн-богослужения. К тому же электронные похороны почти в два раза дешевле традиционных. Процентные ставки в еврозоне должны оставаться настолько высокими и так долго, насколько это необходимо. Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард. За последний год ключевая ставка в зоне евро выросла с 0,5% до 3,75%. Это самое резкое повышение с момента запуска единой европейской валюты. Лагард настаивает, что, несмотря на уже достигнутый прогресс, инфляция по-прежнему далека от заветной цели в 2%. Сегодня в среднем по еврозоне она составляет 5,3%. Те же средства по борьбе с инфляцией выбирает и Федеральная резервная система США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова